Турпоток по России в новогодние праздники увеличился на 19% относительно годового показателя, а средняя загрузка гостиниц превысила 80%. Россияне стали активнее путешествовать по стране, и одна из важнейших задач сегодня – развитие внутреннего туризма. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поручив строить в городах удобные дороги и новые отели. Самыми популярными регионами России в новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На эти регионы пришлось более 35% турпотока. Также активно выбирали для поездок Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности, Мурманскую область. Заполярье становится все популярнее, однако добраться туда из Самары пока можно с пересадкой в столице. В Москве везет всегда больше, это естественно. Вот, например, Мурманск до конца марта, все отели уже и мест нет в них. Тереберка, Северное Сияние. Вот так вот Россия развивается, поскольку есть, видимо, прямые вылеты из Самары пока ждем. Все, кто уже съездил в Москву и Санкт-Петербург и Калининград, ждут какие-то новые прямые рейсы. Большая надежда на субсидированные рейсы, о которых сейчас объявили, порядка 14 направлений будут из Самары. Перечень субсидируемых маршрутов уже утвержден. Из Самары по доступным ценам можно будет улететь в Калининград, Кемерово, Минеральные воды, Нижневартовск, Волгоград, Магаз, Махачкалу, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль. Размер субсидии составит более 211 миллионов рублей. В прошлом году дешевые билеты продавались по 13 направлениям, льготными авиаперевозками воспользовались 104 тысячи человек. Всего было выполнено полторы тысячи рейсов. На это из бюджета выделили 116,5 миллионов рублей. Постепенно улучшаются и условия для туристов. В салонах самолета сейчас приняли решение закон не садить порознь родителей с детьми. То есть раньше могли в зависимости от количества мест, рассадки и ребенок оказаться в конце или где-то в другом месте от родителей. Теперь такого нет. Еще одно важное изменение для туристов в конце прошлого года заработали электронные путевки. Они добавляют уверенности путешественникам, однако ограничивают возможности турагентов делать дополнительные скидки, не прописанные на сайте туроператора. Мы должны обязательно зафиксировать по закону ту сумму, которая на сайте туроператора и в договоре прописать эту же сумму. Больше мы не можем, чем в договоре приписать сумму. Может быть за какие-то дополнительные услуги, да, но цена сайта должна соответствовать договору. Какая тут может быть скидка? Если тураген делает скидку, значит он делает кассовый разрыв, который рано или поздно отобразится, на ком-то эта цепочка прервется. Впереди новые изменения. Правительство утвердило дорожную карту, которую разработали по предложениям предпринимателей. В документе 15 пунктов. Например, на апрель намечено принятие акта правительства, которое позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение госуслуги. Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему загранпаспорту вне зависимости от места постоянного проживания. Также в апреле в правительство должны внести закон о проект, который вводит понятие «горнолыжный комплекс» и устанавливает перечень объектов инфраструктуры. Дорожная карта также содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в сентябре этого года. Они установят ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Тем, кто работает без аттестации, будут грозить штрафы. Утвержденная дорожная карта позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов, сообщили в федеральном правительстве. Продолжение следует...